История самой большой взятки менее чем за двое суток посмотрели более 45 миллионов человек на YouTube. Тем самым ролик обогнал ушумевшее расследование 2017 года. Он вам не Димон, как по просмотрам, так и по лайкам. Дворец Путина продолжает держаться в топе многих стран. Да кому он интересен этот ваш Навальный, говорили они. До сегодняшнего дня количество просмотров росло примерно со скоростью 1 миллион в час. Это вообще рекорд. И сейчас видео посмотрели чуть больше 45 миллионов человек. Парадоксально, у ролика почти 3 миллиона лайков и всего лишь 52 тысячи дизлайков. Но совсем никому не интересно. Другое дело 7 миллионов аудиторий прямой линии Путина. Тут вся страна пленула к тухлым телеэкранам. К нам притащили эту американскую игрушку, этого очередного папа Гапона, именуемая Навальным. И хочется называть даже это имя. Навалились на Россию. В Думе намерены выяснить, кто стоит за призывами к протестам 23 января. Что тут выяснять? И так ясно. Путин стоит. Своим произволом, беззаконием и безудержным воровством. Путин призывает к протестам гораздо громче, чем любой оппозиционер. По российским школам стали распространять предостережения, памятки и руководство о том, почему ходить на митинг 23 января нельзя и что за это будет. Девятиклассника из школы номер 23 в подмосковной Балашихе несколько часов опрашивали без родителей, потому что кто-то поменял портрет Путина на изображение оппозиционера Алексея Навального. Все силы брошены на то, чтобы запугать. И все это из-за какого-то никому неизвестного блогера. Что ж будет, если на его месте окажется известный? Военное положение введут. У нас был урок УБЖ, меня по громкой вызвали в приемную. Ну, я пошел. Там меня встретил Александр Зауч по воспитательной работе и инспектор по делам несовершеннолетних. Зауч меня провел в свой кабинет, и там со мной рассказывал инспектор по делам несовершеннолетних. Сначала спросили, интересуюсь ли я Навальным. Рассказывали, что нехорошо пропускать школу. У нас в субботу уроки сказали, что бывают санкционированные митинги и несанкционированные, и что нехорошо ходить на несанкционированные. Классная руководительница прислала такое объявление для родителей, чтобы мы были бдительны, потому что в социальных сетях, в ТикТоке и ВКонтакте подростков очень сильно агитируют, участвуют в митингах. Я, в общем, сама собираюсь на этот митинг. И в этот момент удивительным образом учительница изменила свою линию поведения и сказала, что она очень долго думала, стоит ли ей прислать это сообщение, что на нее давит администрация, и администрация просит пересылать родителям вот такие сообщения в этом порядке. Сотрудники школ и университетов по всей стране отговаривают учеников и студентов выходить 23 января на митинги. По традиции пугают отчислением, штрафами и проблемами у родителей. Учащихся просят не участвовать в мероприятиях, организованных преступными организациями. Такие просьбы пишут во внутренних чатах или просто публикуют в соцсетях образовательных учреждений. В финансовом университете при правительстве, например, прямо написали, что если студент выйдет на субботний митинг, то его очислят. Сообщения о подобных предостережениях приходят не только из школ. В колледжах, университетах и институтах тоже занялись активным политическим просвещением и рассказывают учащимся об опасностях, которые их ждут на улицах городов 23 числа. Питерским студентам пригрозили отчислением за выход на митинг Навального. МВД на полной серьезке говорит, что будет вычислять призывающих к митингам и карать их. Что именно это будет? Штраф? Административка? Или уголовка? Не рассказали. Запугивать пытаются всех, кто придет на митинг – школьников, студентов. Подписчик из Питера прислал нам в скрин сообщение из чата колледжа. Там не только распространяют листовки с предупреждением об ответственности, но и заставляют подписывать бумаги, мол, что ты в курсе о печальных последствиях выхода за Навального. Родительские чаты заполнили сообщения от старост и заместителей директоров. Там можно найти и просто выдержки из административного кодекса, и призывы родителям быть внимательней, ведь сторонники Навального якобы агитируют приходить на митинги за аж 2500 рублей. Запугивание студентов продолжается. Запутинская администрация медицинского колледжа Каменско-Шахтинского развешивала по всему учебному заведению листовки по промывке мозгов. В каком-то колледже города Саратова собрали список людей, которые подписались на паблики Навального во Вконтакте. Это чтобы вы понимали уровень маразма, идиотства и русофобии. Полицаи просят директора строительного колледжа в Белгороде обработать мозги насчет митинга не только студентам, но и педагогам. Российские вузы принимают меры, чтобы студенты не участвовали в митингах в поддержку Навального. Так, 23 января объявлен учебным днем в Башкирском госуниверситете. Причиной является якобы невыполнение учебного плана. Администрация учреждения потребовала от студентов оповестить о субботних занятиях родителей и пригрозила составлением списков тех, кто не явится на пары. Костромской государственный университет пугает студентов штрафами и арестами. На официальной странице вузов в соцсети ВКонтакте написано «Знайте, вы не несете личную ответственность за участие. Например, в несанкционированном митинге губите свою репутацию и бросайте тень на родной университет». Черный список госучреждений из тех, кто выйдет 23 января на улицу, пообещали составить в Ярославском государственном университете. Некоторые вузы составляют списки тех, кто подписан на Навального и его штабы. За путинцы-полицайи угрожают студентам Уфимского колледжа радиоэлектроники уголовной ответственностью за участие во всероссийской акции протеста 23 января. Это уже Беларусь 2.0. Они принимают самые извращенные методы борьбы из-за ужасного страха. Значит, мы на правильном пути. Уголовный ответственность за участие во всероссийской акции протеста 23 января. Сотрудники ФБК пообещали компенсировать штрафы тем, кого задержат на акциях протеста в поддержку Навального 23 января. Об этом сообщил руководитель сети регионов штабов Леонид Волков. Как и обычно в дни массовых митингов, наши штабы будут работать и помогать, юридически в том числе, всем участникам законных и мирных протестных акций. Мы компенсируем все штрафы, если вам их выпишут. И мы призываем не бояться. А вот это исторический момент. Видеры российской оппозиции впервые объединились. Ходорковский заявил о том, что будет поддерживать умное голосование и призвал всех присоединиться к акциям штаба Навального. Я желаю Алексею успеха и готов помогать в этой работе. Я буду поддерживать умное голосование. А сейчас присоединяюсь к призыву штабов Навального выйти на акцию поддержки 23 января. Я был в положении Алексея, знаю каково это и знаю цену общественной поддержки в такие моменты. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к акциям, присоединяйтесь к требованиям освобождения Навального. Массовые акции, не считая поддержки западных лидеров, это на самом деле единственный способ добиться этого самого освобождения. В нашей стране окончательно сформировалась диктатура. После ареста Навального откинута любая видимость законности. Маски сброшены, все устали притворяться. Единственная цель Путина, теперь официально, это удержание власти. Навального арестовали именно потому, что он претендовал на власть. Всю эту неделю государственный аппарат открыто работает на уничтожение соперников Путина. Силовики проводят задержания. Роскомнадзор угрожает блокировать сайты с призывами к протестам. А школы и университеты пугают отчислениями. Хорошо, что суд был выездной, быстренько его взяли и посадили в нужное место. Сиди теперь, помни и знай, что кроме России тебя никто не защитит. Компетентное мнение от отрядов Путина. Иногда закрадывается мысль, что это глубоченный сарказм. А ты сколько вреда наделал нашей России, твои сторонники по всей России. В городах, в областях, везде твои сторонники. Мы сами, Краснодарская наша организация, отряды Путина. Это все на себе пронесли. Потому что вы стреляли в наших участников. Вы стреляли в окна. Вы побили двери нашему организации. Что вы только не творили и так по всей России. Так не только ты там посидишь, уважаемый Навальный. Ты верни в Россию все, что ты вывез. Ты счета сюда, давай. Если ты уже хочешь, чтобы тебя Россия защитила. И больше не вылази. Позорище. Ничего в тебя не получилось. Абсолютно. Ты опять приехал в Россию. Чтобы это все знали. Что ты опять под крылом Путина. Спасите меня от моих недругов в Германии, которые хотели там же тебя и прикончить. Помни, Россия, вот твой дом. К центру Москвы сгоняют армию паразитов с их жестянками. На видео прокурор пытается вручить оригинал весточки координатору открытки Артему Воженкову. Ну и что вы хотите? Дать вам оригинал весточки. Ну что же вы поставили на нашу бутонтере подпись. А там что получилось, вы не сказали. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки под этим видео. Потому что мы, вы знаете, наверное, мы ведем уже много месяцев неравную борьбу с поваром Путиным Пригожиным, который своими дизлайками пытается постоянно понизить рейтинг нашего видео. И сделать так, чтобы у него было меньшее количество просмотров. Ну вот, на вас надежда. Нажимайте, пожалуйста, на эту кнопочку.